Ой, времечко. И, кстати, фиг знает, закончится ли оно когда-нибудь. Уже закончилось. Закончилось сегодня. Позавчера начали всем колоть с ящиков какую-то жидкость, и людям стало от этого хорошо, прекрасно. Непонятно, что только кололи, да это не столь важно, понимаешь. Главное психологический эффект. Людям показалось, что, в общем-то, ковид стал медленно-наверно проходить. Может быть, это вода из луж, или это действительно, не знаю, какое-то лекарство от компании Pfizer. Кстати, интересное было расследование на днях. Прочитал. Конечно, это в копилку любителей теории заговора, но компания, которая, в общем-то, в Ухане организовала эти исследования, это одна из тех компаний, которая сотрудничала активно с Pfizer. То есть, типичная народная схема такая немецкая. С одной стороны, дерьмо производим, а с другой стороны, противоядие. Как помнишь, в народных немецких сказках. Хочешь противоядие, как говорится, станьте раком, дети, встаньте в круг и так далее. Народная педофилическая мелодия. Вот. Под аккомпанемент Баяна Тирольского. То есть, все очень хорошо, очень правильно, я бы сказал, очень верно, я бы подметил. Потому что, ну, представляешь, сколько, я помню, Фан дер Ляйн отмусолила нежными женскими пальчиками. Она, кстати, врач была в прошлой жизни, дополитической. Поэтому все эти темы она просекает очень хорошо, профессионально. Ну, в общем-то, понятное дело. Ну, слушай, я предлагаю, как бы... Начать программу, давай, начинаем. Да, во-первых, начать программу. Всем привет. Вы видите и слышите Стефаныча, Альбертыча. Значит, в эфире шоу пикейных жилетов Альбертыч и Стефаныч клевещут. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Опять мы постараемся сделать детское развлекательное шоу. Но, скорее всего, получится взрослое унылое шоу. Так что будьте готовы. Не унылое, не просто унылое, а вообще мрачное. Почему мрачное? Потому что, в общем-то, реальность, честость, она всегда или очень часто бывает безрадостной. Но мы, несмотря на это, продолжаем работать. Да, и я предлагаю, в общем-то, оглянуться назад и посмотреть, что 2020 год за собой оставит. Потому что, ну, тут скоро уже Новый год, не знаю, когда вы нас смотреть будете. У меня по этому поводу есть две шутки были. Первое, представьте, что 2020 год закончится, а трындец нет. А второе, если вы дебилы, то не стоит из-за этого, то не стоит всю вину сбрасывать на какой-то определенный промежуток времени. Вот 2020 год показал, как мне кажется, что человечество немножко дебилы в целом и общем. Потому что... Да, я считаю, нет. Я считаю, нет, а человечество на протяжении всей истории доказывало, что вообще сознание, мышление человеческое – это опасный вирус. И свой дебилизм человечество доказывало на протяжении всей истории, слава богу. По крайней мере, цивилизованная часть человечества, да, так называемая Европа, США. Это все условные, конечно, весьма позиции. Однако, такое количество всего было уничтожено, такие проблемы человечество создало для природы, окружающей среды, что, в общем-то, этот дебилизм, оно доказывало на протяжении всей истории. Тут, опять же, восприятие. Хорошие времена для тех людей, которые молоды, для тех людей, которые видят перспективы. Время не самое худшее, я считаю. Не, сомненно. Да, надо правильно понимать вообще ситуацию, то, что происходит. Для одних это время крайне хридовое и плохое, для других время это есть, что не доесть. Самое хлебное, только, как говорится, пожинай плоды, складывай в ящики и отсылай посылки в какой-нибудь банк, а лучше прятать в погребе. Потому что на банке, собственно, как показали последние истории, никакой надежды нет, безусловно. Ну и отношение к тому, что сотворил коронавирус и вообще, как страны из него в течение всего года выходили, это, конечно, очень-очень красиво и интересно. Конечно, лучше всех справились азиаты. И прямо, ну, самая главная причина, потому что они уже потренировались на нескольких пандемиях до этого. Но то, что при этом все остальные страны, типа, отринем опыт людей и будем каждый месяц придумывать какую-нибудь хрень очередную, там, запрещающую, разрешающую. Давайте будем то в масках, то без маски еще что-нибудь. То есть, такое просто, знаешь, как будто что-то делать просто надо и все. Нет, нет, но в начале истории, это вообще вся детская история, понимаешь. А у одних есть чего-то, а у других нет. Поэтому мы скажем, то, что есть у товарищей, это говно, да, а вот у нас то, что есть, это классно. Была огромная статья швейцарского профессора, я уж точно его фамилию не помню, да у меня вообще плохая на фамилии память, к сожалению. Ну, бывает такая особенность. Ну, так вот, он сказал, что первая часть, в общем-то, коронавирусной инфекции в начале было объявлено, что маски они неэффективны. Оказалось, что в Швейцарии масок не хватало, они были уничтожены, на самом деле. А организации, которые занимаются охраной здоровья европейцев, и не только, находятся в Швейцарии. Поэтому, естественно, ну уж, извините, имеют швейцарские власти и всяческие организации медицинские влияния на вот эти международные организации. Они сказали, слушайте, никакие маски, да ну да хрен, выкиньте, не позорьтесь, не носите эти маски, потому что самих-то нету, да. Более того, оказывается, были огромные запасы антисептика в Швейцарии. Они тоже были уничтожены, да, они тоже сказали, говно этот антисептик, его только можно в самогон там перегнать, пить в Альпах, кататься на лыжах, вот, заедать шоколадом и послать всех в жопу. Кстати, чем занимаются английские туристы нынче? Их ловят, вот теперь новое разведение. Блин, я бы так захотелось кого-нибудь в жопу послать, так вот рассказал, так вкусно рассказываешь. Вкусно рассказываю, лети в Швейцарию, вот, и главное, представься англичанином, на тебя объявят охоту. Помнишь, как в фильмах Рэмбо, да, там, Первая кровь, на тебя будут там, или какие-то другие фильмы страшные, когда до какого-нибудь маньяка-одиночку объявляют охоту. Гоняются по горам, стреляют, и вот такой бегущий по лезвию бритвы, ножа, топора, не знаю, там, пилы, ложки, там, и бог знает чего. Это очень хорошее развлечение, такой челлендж, челлендж, когда одни охотятся за другими по той самой причине, что кто-то не соблюдает правила. Что вот люди заплатили за отдых, а им предлагают, там, не знаю, 20 дней, 10-15 просидеть в отеле, смотреть на прекрасные альпийские, там, склоны швейцарские, на которых, на самом деле, там, жутко грустно. Вот я на лыжах не катаюсь, вы уж извините, и, кстати, не любил с детства. А на санках? На санках любил, особенно, если кто-то тянет. Вот 2-3 человека, если бою грузную фигуру, если я лягу на санке, возьму бутылку хорошего коньяка, закуску, и меня будут тянуть, то такой, конечно, вид зимнего спорта меня привлекает, я врать не буду. Ну, кстати, лайфхак, если у вас нету закуски, то вы можете снегом еще заедать, тоже вариант. Ну, слушай, это лайфхак какой-то, да, нового поколения. Не очень, да. Не очень так себе, понимаешь, можно взять разные колбасы, понимаешь ли, доставать ее периодически, откусывать прямо, извините, от куска, там, от палки. Главное наличие зубов хороших или отсутствие таковых все равно можно переживать, было бы желание, особенно, если колбаса, собственно, на халяву дана. Вот, поэтому есть прекрасные возможности для отдыха в Европе с экстремальными такими отклонениями. Вчера я целую программу посмотрел, как этих туристов там ловят, щемят и так далее. Там две или три семьи с детьми маленькими осталось только в шале, а остальные, в общем-то, шастают по склонам, пытаются там кататься на каких-то лыжах, там, не знаю, санках. Бог знает на чем, кто на чем может, на том и катается, собственно. Поэтому, в общем-то, для кого коронавирус, а для кого мать родна, все хорошо, все прекрасно. Колодцы начали многие люди, не хотели они этого делать, но, в общем-то, привезли какие-то странные ящики. Вот, с этим... Вакциной. А какая вакцина в Беларуси, кстати? В Беларуси, значит, смотри, сегодня началась вакцинация. Не знаю, кому вкололи, но чувство уже люди появились. Кто-то выл и кричал, то ли это белая горячка, то ли появились, понимаешь ли, оборотни на районе. Видимо, значит, у нас только вакцина одна, честная, это спутник вкололся и сразу попал в космос. Да, хотя белорусам, в общем-то, нужен спутник один на одного человека, всего лишь. От России нужен один спутник на одного человека. Нам столько спутников в виде вакцины не надо. Нам одного человека запустить в космос и все. То есть, как бы люди бы даже простили отсутствие вот этой русской вакцины только за один спутник. Но нам прислали много ящиков. Там написано «The first vaccine in the world made in Russia». Синие такие ящики. Кстати, их можно использовать потом пиво хранить. Я прикинул, приблизительно бутылка влазит. Начали прививать. Вроде там два раза надо уколоться. Многие друзья из России посетовали на то, что вроде весь этот период пить нельзя. То есть, это тоже, конечно, сиониско-масонский заговор. Это понятно, это просвечивает. Представляете, люди на протяжении почти месяца не будут бухать. То есть, ну, как так жить, сложно понять. То есть, в таких социальных условиях, в ситуации, с таким отношением между людьми, не пить невозможно, да? И тут получается выбор, да, между жизнью и смертью. Либо умереть счастливым и пьяным, либо жить вот в таком говнище, там, месяц. То есть, поэтому людям очень тяжело сейчас выбрать, но они пытаются выбирать. А вот на Западе Pfizer, в Литве сегодня тоже началась вакцинация из близлежащих стран, кто мне сказал. Начали прививать врачей и пожилых людей. В пожилые люди Pfizer плохо переносят, естественно, да? В Израиле умер один человек. Ну, собственно, понимаете ли, большим количеством пенсионеров ведут, меньше надо платить пенсии, пособий, следить за ними. Это, понятное дело, облегчает системе, государству многие-многие проблемы. То есть, как говорится, пенсионерсвозу государственной кобыли легче. Особенно это касается вот таких маленьких всяких депрессивных стран восточноевропейского региона. Слушай, ну, вообще, было бы проще, чтобы они поумирали от самого коронавируса, потому что всё-таки сама вакцина дорогая. Ну, стоит денег каких-то, как желательно. Ну, ты знаешь, она может действовать пролонгированно. Смотри, сегодня кальнули, завтра то инфаркт, то вроде, знаешь, какое-то там, не знаю, поджелудочное сдало, то ещё что-то. То есть, она же может действовать по-разному. То есть, лекарства, что есть яды, это ещё известно с древних времён, да, с древнего Рима, там, не знаю, Египта. Когда особенно в Древнем Риме они любили друг друга травить, да, и потом смотреть в глаза и говорить, Иваныч, там, какой-нибудь. Там, Патриция, я тебя спрашиваю, как Патриция, Патриция? Ты как себя чувствуешь-то? Такой, что-то у меня там в желудок покалывает, там, почки отказали. А, хорошо, хорошо. Скоро, как говорится, с богами встретишься, там, Сатурна обнимешь, вот, Нику расцелуешь в уста, ну и так далее, в общем-то. Античная история. Мне по этому, по поводу античной истории, вообще интересно было, как вот в наших странах весь этот год, ну, в наших, я имею в виду, Россия, Беларусь, Украина, как вот на это всё реагировали, что делали, потому что, ну, наш луналикий дучи белорусский просто отрицал и говорил, что это истерия. А в России, вот в России тоже интересно, это такая вот какая-то, вот типично российская, русская, я бы даже сказал, такая черта, типа, вроде у нас тут проблемы, и мы, как бы, вроде какие-то меры вводятся, но при этом народу настолько на эти меры пофигу, и все всё равно шалендуются, да? Смотри, это старая немецкая, вот это началась история в 17-м году. Вот меня постоянно опровергают, вот она началась. Когда Ленин такой, да, вот он был марксистом, он жил за границей, в Швейцарии, в Австрии, в Германии, всё было хорошо, он видел правильный рабочий класс, он видел правильных крестьян, для которых те варианты развития, да, там, социал-демократии, коммунизма, они вообще подходили. И тут его вернули вот в этот сраный, неправильный, ужасный, восточный мир, где вообще все его понятия, грубо говоря, да, извините за такое слово, да, вообще все его теоретические выкладки, они просто не работали. Вот Путин, человек, который был офицером в ГДР, КГБ, он прекрасно знает немецкое, знает вообще, как живут на Западе. И вот эти правильные методы, да, вот он применил к России. Поставил там Собянина, который бегает там, пытается что-то запретить. Но вся эта классная история, почти европейская, она натыкается на глобальный факт со стороны населения. То есть это какие-то подпольные концерты в клубах, это массовое недошение повязок. Кстати, на Украине та же фигня. Вчера показали Буковину. Я вот, кстати, не врубился вначале в тему, вот позавчера. Люди писали, белорусы говорят, слушайте, едем все на Буковину на лыжах кататься. Или как-то там, и да, какие-то маршруты. Я когда-то что-то ездил в Карпаты, и вот у меня остался какой-то там людей, которые любят ездить в Карпаты. Знаешь, там такие какие-то группы, там бог знает что там, в Фейсбуке. Я смотрю, едем в Буковину. Я думаю, что все в Буковину. Граница вроде закрытая. Там люди рассказывают какие-то там хитрожопые маршруты, как там туда вообще заехать. Это в Карпатах прекрасные места. И вот вчера они дали, как на Евроньюс-репортаж, да, там показывают Австрию, где люди там не работают, там фаникулеры, люди стоят там в повязках, не знают, как там добраться. Швейсария вроде как работает, тут там англичан ловит по лесам, я уже рассказывал, тоже классная тема. На Украину показали. Склоны гор, там, не знаю, ревет музыка, открыты рестораны, кафе, люди без повязок, толпы, там, тысячи людей отрываются и катаются. При этом, типа, официально на Украине, там, локдаун, там, локауты, хрен знает что. То есть, та же история. Я смотрю и не вижу ни одного человека вообще в повязке. Это, типа, по Евроньюс-репортаж, включение прямое. Берлин мрачный, да, там, эти станции метро, каких-то там, две собаки бродят с двумя панками, которые их специально купили, они когда собак не разводили, вот у меня тут есть друзья. Они завели собак, чтобы ночами ходить по этому Берлину с Радову, да, там, с этой советской архитектурой, с закрытыми клубами, с закрытыми кабаками, кафешками, ну, вот такая романтика. Ходить с собакой, хоть потому что люди любят ходить ночами. Если собаки нет, как бы их словят и как бы штраф им впендюрят, там, не знаю, сколько евро, 500, 700, я не спрашивал даже, неважно, какая разница. А тут, смотрите, пожалуйста, на лыжах катайся с собаками, не знаю, там, с лосями, там, с оленями, бог знает с кем. Это вот славянская история. Глобальное вообще неподчинение правилам в ущерб своему собственному здоровью. Знакомая с Петербурга присылала видео на днях. Панк-концерт. Хорошая группа панковская. Не буду называть, бог с ним. Презентация альбома. Насколько я понял, закрытый клуб, да, закрытое мероприятие в Питере. Ну, там было человек больше 300-400. Молодцы, собрали. Круто. Но там не было вообще людей ни в каких повязках. Люди плохие. ты про панковский концерт, там, вон, недавно этот Роман Вакуленко, который баста стадион целый собрал и выступал. Тоже без всякого там... Там не 300 человек, там несколько тысяч было, и тоже, типа, все окей. Да верю, верю, верю. Но тогда для кого эти правила? Почему их тут обивали? По этому поводу я хочу опять вспомнить людей, которые... Кстати, да, кстати, обрати внимание, я считаю, что у человека должно быть право выбора. Ну да. И он должен за это отвечать. Хочешь или не умереть может? Может, у кого-то есть, вот, не знаю, такой запас здоровья? Просто переболеть. Хочешь, переболей, да. Слушай, иммунитет. У меня, может, переболел два раза. Вот по симптомам. Смотри, я прилетел с Италии первый. У меня была температура 38-39, но тогда не было заявлено, что вообще есть коронавирус. Был тогда только в Ухане официально. Я видел китайца, который злобно в этом самом... Чихал в тебя. Рядом. Проходил, катил тележку в Риме, в аэропорту. Когда я прилетел в Минск, через неделю у меня у жены появились симптомы. Была температура где-то 40. 39. Я взял наши антибиотики. Один антибиотик немецкий, второй антивирусник белорусский, какой-то конский. Его разработала Академия наук Беларуси. Им, наверное, я не знаю. Для коней? Ты знаешь, он может даже и для динозавров был сделан. Потому что когда его пьешь, что характерно, хуже состояние, чем, я не знаю, чем при самой страшной болезни. Просто вылабывает все. Но после белорусского вот этого антивирусника, мне его посоветовал белорусский врач, кстати, очень такой, достаточно он занимает такой какой-то пост уже сейчас нынче невероятный. После него, смотри, если ты выжил, то ты будешь жить. Я понял идею. Если не выжил, да, не дотянул, ну, то есть капец, значит. Слушай, раз же вирусы антибиотиками лечат? Ты знаешь, я принимал и антибиотики, и антивирусик одновременно. То есть в два дула, в две струи заструячил. Вот. Причем многие люди, я был в массовых каких-то мероприятиях, но у меня такая работа, мне надо там с какими-то массами людей общаться. Ко мне подходили люди, говорю, отойдите вообще от меня на три метра. Это такая какая-то зараза, говорю, слабость, какой-то хрен, знаешь, и прошло это. Потом было летом похожая хрень вообще тоже опять же. То есть может вообще я переболел два раза, а может я вообще болел непонятными другими, более модными вирусами, которые там где-то заразились там за границей, здесь неизвестно. То есть на самом деле это дело выбора, да, человека, но я главное не делал то есть найти тела, да, вот этот анализ. Потому что мало ли там какие-то могут быть вообще пугающие результаты, что у меня есть антидела там, не знаю, на какую-нибудь там лихорадку Денге или еще. Да, и разберут тебя потом на вакцину. Да, на вакцину фиг его знает, да, тем более я вспоминаю такие. Одни из первых моих воспоминаний детства, поскольку отец военный, это огромная ядерная баллистическая ракета, которую везут на железнодорожных платформах, и мама с колясочкой гуляет, и я помню вот это прекрасное воспоминание. То есть в плане радиации на самом деле я мутант, потому что люди спрашивают, что такие левые взгляды, правые взгляды. у меня тех людей, которые вообще захватят мир под амутировавших. Со времен взгляда на ядерную ракету из коляски они у тебя в общем-то постоянно идут в экстремальных направлениях, понимаешь? А что сравнится в общем-то с ядерной ракетой, понимаете? Что вот прикольнее и страшнее? Слушай, ну вообще по идее, по логике, ее должны были транспортировать без боеголовки. Боеголовка по идее транспортируется отдельно, но это я сейчас что-то нагнал. По логике. А как ее транспортировали на самом деле мы не знаем. Ну не знаю, там по крайней мере горючее точно было, оно токсичное, я не знаю, бог его знает. Надо спросить, тем более рядом был аэродром, где собственно служил папаша, вот, и поэтому там летали огромные самолеты, собственно, штурмовики в сторону туда, так сказать, Балтийского моря, Германии, Швеции и других стран. Дело не в этом, дело в том, что, в общем-то, если человек уже раз мутировал, то многие вещи как бы будут смотреться уже и чувствуются по-другому. Вот, поэтому тем более белорусские, опять же, медики, молодцы, совместно с Академией наук, они разрабатывают новые, ты уже давно уехал, появились разработки Академии наук, какие-то качественно новые витамины, да, какие-то вообще, их таких нет нигде в мире, слава богу. К вопросу ты спрашивал, что в Беларуси будет, кстати, я перехожу, сразу логично. Подожди, подожди, Стефан, только добавить, ты вот сказал, если вы хотите переболеть, это ваше право, делайте, но при этом соблюдайте дистанцию, носите маску, чтобы те, кто не хотят переболеть и не хотят умирать, чтобы они вот тоже делали то, что они хотят, понимаете, вот чисто так, а хотите болеть, пожалуйста. Ваше дело. Ваше дело. Значит, что будет дальше? Смотри, какое-то количество сыворотки, да, вот этой антивирусной, она будет из России, это будет спутник. Дальше, насколько я понял, договор будет с белорусским агентством, ну, который, короче, производит лекарства фармацевтическим, да, и она будет производиться в Беларуси. На нескольких заводах, у нас есть в Борисове завод, еще тут в Минске есть предприятие, это будет производиться здесь на месте, я понял, это будет спутник местного производства. Конечно, наши ребята туда добавят что-то своего, потому что что-то русские не доделали, они как бы доработают. Я бы цивиты туда добавил, вот я помню, цивита вкусная была в детстве. Не знаю, там помимо цивиты есть просто невероятные вещества, которые спутник к вакцину превратят, не знаю, не знаю, в корабль турбоспутник, турбоспутник, это мне напоминает, как в рождественские дни в Европе, по-моему, в Вене были на рождество и Новый год, там пунш наливали, пунш, представляете, такой алкогольный, ну, горячий напиток. Все, запретила Меркель, кстати, на днях запретила Меркель, наливали пунш, и наливали Глинтвейн в Германии, это вот были все закрыто, да, и там были только в Германии ларьки, которые, в общем-то, наливали, они наливали воноразовые стаканчики, каждый мог, сняв повязку, отойти в сторону, насладиться этим Глинтвейном, вот, это закрыли, естественно, потому что даже в таких размерах, видишь, немцы алкоголизм не одобряют, и распространение ковида почему-то, хотя, в общем-то, слушай, ты знаешь, на самом деле это ни на что не влияло, ты знаешь, пару бабок, пару каких-то людей, которые вообще этот Глинтвейн и Пунш пили, тем паче, что есть города, где 30-40% это мусульманское население, Глинтвейн и Пунш они точно бы не пили, как и не праздновали бы Рождество, ему-то вообще по барабану совершенно, но закрыли, закрыли даже вот эти точки разлива алкоголя в Германии, что это позорно, в Белоруссии, кстати, сейчас, в нашей Синевоке работают все рестораны, кафе, клубы, точки разлива алкоголя и чего угодно. Так что, если вы немец, то приезжайте, конечно, в Беларусь. А, закрыты же границы, господи, куда они приедут? Ну, к сожалению, не смогут, да, но вот если будет возможность, тут открыто все, что угодно, все магазины, метро, там, не знаю, общественный, полуобщественный, не общественный, вообще транспорт, то есть, здесь совершенно открытое пространство, каждый имеет право здесь, в общем-то, не знаю, умереть, жить, там, не знаю, петь рок-н-ролл или просто получить... Так вот, наливали пунч, пунч наливали, и была еще возможность турбо-пунч пить, то есть, тот же самый пунч, только еще сверху одну пятую водки добавляли. Вот, я думаю, должна быть вакцина и турбо-вакцина. В турбо-вакцину, в принципе, каждый может себе добавить по вкусу, знаешь, кто-то любит текилу, кто-то любит скотч, кто-то любит водку и улетаешь с турбо-спутником. Вообще, на самом деле, шутки шутками, но... без шуток, ты, кстати, довел меня на мысль, нет, подожди, ты довел меня на мысль. Вообще, раньше, вот, были такие романтики, да, английские поэты, там, Байрон, Шелли и другие, вот они употребляли вино с морфием, да, вот они подяжили, это, кстати, видимо, вот, кстати, ни разу не пил такой напиток, но чувствую, что вещь хорошая, то есть продираешь... Звучит красиво. Да, какой-то раствор морфием, надо, кстати, посмотреть, это есть в классической литературе, мы же, как бы, в основном по классике, а мы против постмодернизма, смеси различных стилей, жанров, а мы, как бы, за такое прямое, сегодня особенно, вот, направление, поэтому, вот смотрите, классические варианты, морфием, с красным вином, я думаю, он прекрасно помогает, вообще, от массы хворей, а он снимает, я уверен, плохое настроение, как рукой, просто расслабляет, невероятно, поэтому нужно, вообще, переходить к классическим напиткам, я думаю, кстати, это улучшило общий тонус населения, да, вот эти, в стиле романтика, да, романтическом, вот, в этом стиле напитки различные. Теперь вопрос, да, вот, вы знаете, когда я выкладываю видео, у меня там, Ютьюб, среди миллиона вопросов, спрашивает, есть ли упоминание наркотиков в вашем видео, в юмористическом, в пропаганде, морфий, 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 оказывается, ну, вообще, рецепт хороший, проблема в том, что где морфий взять, вино с морфием, о чем ты говорил, с опием, только опий, только опий, старик, вот, второе, допиши, опий, это лекарство, он не является наркотиком, кстати, опий является составляющей многих лекарств, которые используют, поэтому о наркотиках у нас речи вообще не идет, это ведет разговор об алкогольных напитках. Вот, возвращаясь к вакцинам, меня поражает, что, в принципе, ни одна из вакцин, которые, там же не только Pfizer, там еще какая-то Oxford, еще какая-то, но, в принципе, ни одна из этих вакцин, вот, по-хорошему, она не подтверждена, ее действенность, то есть, вроде какие-то вакцины идут, то есть, они, при этом, поэтому, например, практически все западные страны покупают, закупают все вакцины, ну, то есть, все вакцины закупают, то есть, они их какими-то частями, вот, так и есть. Слушай, ну, ты говоришь, понимаешь, все страны закупают вакцины, и мне представилось, вот, они купили вакцины, слили в бидон. Да, примерно, верно. Нет, нет, ну, стоит мужик какой-то, с таким, знаешь, каким-то этим, не знаю, палкой, он все это перемешал, и такой так, пацаны, давай, кто тут вмазываться, тут у нас новый раствор, раз все вмазались, да, каждому вкололи, все сели, и такие, ну, кого как вставил, такой, я твою налево, то есть, не та вакцина, совсем старик, покупай еще, то есть, давай в другой, они опять вакцины слили, да, втроху, второй раз, там вообще динозавры просто прут, знаешь, вообще какие-то, третий раз слили, и знаешь, и на третий раз, раз, и получил, да, я такие, твою мать, слушайте, какое счастье, какая, какая смесь, старик, ты запомнил, говорит, Иваныч, говорит, я на глаз слил, не помню, ни хрена, такие, тебя убить надо за это, сволочь, то есть, вот такое ощущение, что, знаешь, вот вакцины таким образом, вот туда смотри, нет, альтернативы, мы можем только к русской вакцине, которая называется спутник, само название, космическое, то есть, ты вколол и попал уже, ты уже в космосе, то есть, мы можем что-то только добавить, какие-то, не знаю, очень легкие, местные, не знаю, вещи, не знаю, что здесь может быть, самогон, да, немножко самогона, немножко грибов, да, есть иногда на севере Беларуси, какие-то такие грибов, в Питере их больше, в Питере там, это отдельная история, там люди уходят в леса, осенью, месяц, в Питере там и пить, а второе уже, когда осенью и не пить, совершенно, с грибами дружить, стихотворение, в питерской школе, серебряный век, блок, а поэтому, в общем-то, ты знаешь, ну не знаю, тут можно, в США вас чем-то там укололи уже, на районе-то, помимо наркотиков. я, честно говоря, не стремлюсь, просто потому что, я не знаю, ну как бы, а смысл мне этим колоться, если это хрен знает, что такое, да, это первое, второе, еще раз напоминаю всем, ребятам, что вакцины, на всех не будет хватать, еще долгое время, ну, то есть невозможно просто создать, то есть это же надо обколоть всех нафиг, вообще сразу, всю популяцию, а постепенно, и новые штаммы постоянно у вируса появляются, это об этом сообщается, что новые штаммы, то есть я, мне эти вакцины настолько как бы, я статически отношусь ко всему этому, это такая какая-то странная фигня, и... А политично рассуждать, а политично рассуждать, тут слушай, кто успел, кто-то присел, да, слушай, тут надо успевать, надо выруливать, занимать такие должности, да, чтобы тебя укололи, а лучше бесплатно, ну, надо занимать, да, надо занять должности, давай поговорим об этих людях, которые отрицали существование пандемии, собственно, и продолжают отрицать, то есть, что это какая-то истерия, которая вот рассказывает, что вот какая-то фигня такая есть, хотя данные смертности, опять возвращаясь к России и Беларуси, в России хотя бы публикуют данные смертности, вот, например, ноябрь 2020 года, по сравнению с ноябрем 2019 года, в России плюс 50% смертность, плюс 50%, это просто к тому, что... 56, вчера было 56, сегодня опустилась, и поднялась, смотри... Это, подожди, это к тому я хочу сказать, что в России типа смерти от ковида не так фиксируются, как у других, то есть там типа вот сердечко прихватило, сердечник, еще там что-то просто не считается, что на это повлиял ковид, хотя люди лежали именно с ковидом и получили осложнение из-за этого. В Беларуси вообще данные смертности случайно были опубликованы за июль, с тех пор нигде ничего, но вчера народ нашел на Могилевском сайте горысполкома, оказывается, там чуваки каким-то образом на Могилевском сайте публиковали смертность. Народ посчитал, и в Могилеве, например, за ноябрь 20-го по сравнению с 19-м плюс 100% смертность. Так, на минуточку, то есть в два раза повысилась. Как на самом деле в Беларуси обстоят дела? Опять же, это только можно экстраполировать на этот Могилев, и как по другим месяцам? Непонятно. Слушай, я могу сказать, в Могилеве, смотри, во-первых, это, конечно, неверные сведения. Беларусь – это страна, где люди живут вечно. Да. Помнишь песня Фредди Меркури «Кто хочет жить вечно» из фильма «Горец»? Он ее написал, когда был в Могилеве, кстати, скорее всего. В Могилеве, да, и в Беларуси. То есть в Беларуси это страна, где живут люди вечно, в принципе. Смертность здесь минимальна. Она вычисляется, просто даже увеличивает количество смертности, скажу честно. Да, чтобы слишком хорошо не было, чтобы люди не приезжали. Да. Не приезжали, просто добавляют каждый день количество умерших. То есть беларусы живут вечно. Да, и умирают чисто из-за несчастных случаев. Они по каким-то... Только, только. И несчастных случаев передозировка алкоголя, автоаварии и передозировки наркотиков. То есть вот три основных вообще темы смерти. То есть каждый беларус, если вот исключить эти три темы, вообще он может жить вечно. Ну и очень... А Альберт из чего уехал в США? Потому что он сказал, что я чувствую, что я не смогу жить вечно. То есть я чувствую, что... Вот помните произведения Джонатана Свифта? Там много-много приключений главного героя. Он едет в разные страны. Там великанов, там, не знаю, летающий остров и так далее. И там есть в одном из описаний люди, которые живут вечно. Там есть такой человек-некто, который настолько долго или никто, который настолько долго живет, что забыл свое имя. И когда эти люди появляются, у них какой-то там есть на голове знак, как описывает Свифт в своем фантастическом произведении. Их просто ненавидят, не любят, потому что эти люди переживают всех своих близких, родных, знакомых. И они живут настолько... Они живут вечно. Это проклятие. Поэтому Альбертович решил избежать вот этого белорусского проклятия жить вечно. Он не как горец. Он закопал свой меч, тамагавк, более того, закопал непонятном месте свои макосины, заношенные, и убежал в США для того, чтобы умереть. То есть Америка дает всегда повод и возможность сдохнуть по каким-то признакам. И вот он убежал поэтому в США, чтобы не жить вечно в Белоруссии, в раю для каждого человека. Но это бывает. Это побег из рая. Это своего рода библейская история, которая напоминает, помнишь, Адама, Еву, то есть есть всегда предатели, люди, которые устают от вечного кайфа, от вечного удовольствия проживания на какой-то территории, и они, к сожалению, убегают от всего этого. Кстати, немногие знают, точнее, не знают те, кто не живет в Беларуси, что при выезде из Беларуси надо подписать отказ от бессмертия, с тобой проводят тренинг, как я бы это так назвал, жизни, ну, беседу, да, беседу, милую беседу о том, как жить вне этой территории, и многие из вас, наверное, могут спросить, а что является причиной вот такой хорошей жизни Беларуси? Не досказал, еще достают пробку с одного места, потому что если ты лишен этой пробки, вот, тебя не смогут надувать тогда уже жизненной энергии, без этой пробки ты уже, понимаешь, априори смертен. А, да, слушай, а я думал, пробка нужна, чтобы не слиплась, когда ты живешь в Беларуси, ну, ладно. Неправильно, да. И вот нас наверняка спросят, а в чем причина такой хорошей жизни, я не могу называть конкретно, вот, мы не можем, опять же, по причинам секретости, я могу только сказать, что это послен клубненосный, вот, если вы погуглите, то поймете, что надо делать, чтобы, ну, кроме того, чтобы быть в Беларуси, естественно, потому что на другой территории это просто не работает. Слушай, еще вот эти кстати, по поводу пандемии, у меня вспомнилось, что в течение всего года рассказывали, как вышкой 5G всех облучают, и Билл Гейтс чипирует народа, население, вот, какое-то, такое ощущение, знаешь, как будто мы возвращаемся опять в средневековье, вот эти какие-то верования. нет, подожди, а мы вообще оттуда выходили, вот вопрос главный, мы оттуда выходили, когда мы выходили вообще со средневековья? Ну, после буржуазных революций, например, нет? Дорогой Альбертович, мы двигаемся по спирали, движение истории времени, оно не поступательное вперед, оно движется постоянно по кругу, мы опять, обрати внимание, следующий год, я хочу, чтобы все было хорошо, но сегодня люди заметили, ты, наверное, уже видел эту фишку, что календарь следующего года полностью совпадает с календарем тридцать седьмого года. Полностью, дни, вот, недели, все, я проверил. То есть ты чувствуешь, вот помнишь, мы с тобой в одной из программ, ты жаловался, что нас лишили биллиардного гонорара за нашу программу, у нас песня «Снова тридцать седьмой», это стихотворение, которое я написал, не знаю, там, лет пять назад, четыре года назад про нашу страну, про Беларусь, снова по кругу тридцать седьмой и кто-то сегодня не вернется домой. То есть предвидя то, что было в этом году и то, что следующее, тридцать седьмой, он возвращается даже в цифрах. Я хотел бы, чтобы это остановилось, но я слаб и как очевидец просто. Я могу видеть, могу анализировать, но ничего изменить или что-то сделать здесь уже невозможно, потому что все движется по спирали. по кругу, раунд и раунд, как пел известный Слушай, ну, по кругу, но у тебя, в какой-то момент, знаешь, у тебя есть ощущение надежды, что впереди будет что-то лучше. У меня сейчас, ну, не знаю, у меня ощущение, что хуже только будет. То есть я не думаю, что двадцать первый год будет лучше двадцатого, и, судя по всему, Стефаныч же так же думает, потому что, понимаете, в течение двадцатого года не произошло ничего, вот на планете не произошло ничего, что показало бы, что какие-то новые идеи появляются, что люди хотят что-то изменить вообще, что, ну, то есть к чему-то лучшему идет. Я не знаю, хотя я оптимист по жизни всегда был, я уверен, что двадцать первый год он будет лучше, потому что за двадцатый год люди научились, многие тому, и изменили, они прожили какую-то часть жизни со своими фобиями, они получили новый жизненный опыт, и у них появится возможность чего-то не бояться, через что-то перешагивать, и они больше начинают понимать, что им надо выбирать, либо жить какой-то нормальной жизнью, либо продолжать находиться вот в таком сгорблено, скрюченном, непонятном состоянии, и даже не важно, что там в этих самых вакцинах, это может быть вообще плейсиба, либо это может быть вода, или вообще там банановый сок, или я не знаю, апельсиновый сок, или самогон среднего качества, да, произведенный из стирального порошка цыганами, не важно. Хватит у наших зрителей слюну вызывать, что ты, все ты вкусно так говоришь. Да. Самогон, произведенный цыганами, сразу захотелось поехать в табор, что ты как это... Не в табор, этот самогон продается в белорусских деревнях для местных жителей, он производится... Ну давай еще телефон напишем. Нет, телефона нету, давно уже это было, из чистейшего куриного помета, экологически чистого, с порошком и дрожжами, да, как мне рассказали производители, сказали, это чистейший продукт. Кстати, барановичский порошок, дешевый город Баранович из Беларуси, прекрасный порошок, который вместе с пометом дает прекрасный вариант опьянения алкогольного, то есть это все экологически чисто. Какой порошок? Что за порошок? Порошок всего. А, стиральный. Стиральный, ну слушайте, стиральный порошок, такой в картонной пачке классический, не какой-нибудь там, боясь ли, в пакетах по килограмму со скидкой. Нет, обычный, обычный, самый нормальный, самый дешевый. Да, да, возвращаюсь. Вот эта любая сыворотка, чего бы она ни состояла, она просто психологически изменяет сознание человека, если человек в нее верит. Если не верит, то нефиг колоться, конечно. Дает шанс на просто другой образ жизни. Люди просто начинают вести себя спокойнее. Это не значит, что все бросят болеть. Даже если это, не знаю, сыворотка, вакцина, она действует для 50%, то уже нормально будет. Реально это действует на процентов 50-60 на самом деле. Но, по крайней мере, плюс еще у людей есть бэкграунд этих лет, этого времени. Тут еще, конечно, очень зависит и, конечно, обделались и обосрались правительства всех стран, европейских, американских, да вообще всех. Вообще, они показали свою бездеятельность, неумение справляться с проблемами и просто решение своих проблем, которые они сами же создали за счет обычных граждан. Вот и все. То есть, это обычная ситуация. И главное здесь, обрати внимание, это анархия. Анархия, это не бардак, это способ самоорганизации людей. Люди показали в этих условиях, обычные люди из Италии, Испании, Белоруссии, Россия, они показали свою невероятную самоорганизацию. И они для себя, некоторые, поняли, что вообще существование вообще государства как системы, оно вообще не обязательно. Кстати, да, это интересный итог пандемии, что это приведет, очевидно, в каком-то ближайшем, даже будущем, к изменениям во многих странах. Потому что... Вот смотри, зачем людям кормить этих упырей эту огромную систему, которая в случае опасности, она ничего вообще не может сделать. Она может только запретить. Вот меня поразило, в Будапеште ночью в Велик комендантский час. Какого хера? При этом, обрати внимание, в трамваях днем можно ездить в метро, ходить во все организации, а ночью ходить нельзя. Да, это вообще-то нельзя. До ночи, до ночи... А, ввели военные части, ввели бронетехнику и ввели какие-то там, не знаю, хрен знает кого. И мне мои друзья из Будапешта и Венгрии пишут, ну, слушай, а сколько вообще людей ночью гуляет? Помимо романтиков, каких-то там клаберов и просто людей, которые любят пройтись? Да их единицы. И вот их там ловили и штрафовали. При том, что днем можно ходить в любые места, но это просто трындец какой-то. И вот власть... Вот эти вот меры постоянно, вот в течение всего года, мы же не сейчас как бы вот говорим, просто в течение года все эти меры, они, знаете, вот просто их ввели, чтобы ввести, чтобы показать, что вот мы тут о чем-то заботимся. Да, и главное показать людям, что мы тебя словили, мы показали власть. Вот мы тебя, сволочь, придушили, мы тебе дали штраф, тебя словили четыре жлоба каких-то, спецназовцы, тебе впендюлили штраф за то, что ты ночью там пошел в гамбургер купить, да, там какой-нибудь, или вообще просто пошел в соседний дом. Вот пока ты бежал, тебя отловили там, да, у тебя пропуска не было или какой-то документ ты забыл, тебе взяли штраф, дали 200 евро или 250. При этом самое такое смешное в этом всем, что в самых практически проблемных странах сами правители переболели коронавирусом, такие у них офигительные меры были. То есть Трамп переболел, Борис Джонсон переболел, офигительно просто. Путин не переболел, потому что в бункере сидит, мы это обсуждали в прошлом видео, что он даже специально это кабинет себе построил. Он сказал, я не хочу болеть, я поэтому буду сидеть в бункере, да, а все остальные идут в жопу, понимаешь, все остальные на себе. Вот как Ленин говорил, вот он точно так же. Похожие вещи, что эти люди вообще не понимают, что я бы хотел донести, они не понимают, у них нет какого-то культуры, уровня и так далее. Поэтому пусть они мучаются, я буду сидеть и получать удовольствие. Блин, это классно. Возможность как бы вообще вот все по-хорошему такие знаковые события 20-го года, это все получается все равно как бы на все это повлиял коронавирус в любом случае. То есть вообще тот факт, что этот Сергий, например, захватили игумена Сергия, который захватил монастырь в Екатеринбурге, короче, ОМОН его штурмом взял и арестовал этого чувака. Он там сидел сколько? Полгода? Я уже не помню. Полгода? Ну, полгода. Его нашли наконец. Слушай, на YouTube какой-то чел он здесь в канале, Псимон Могучев разместил его выступление, где он спросил, просто говорит, вот знаете, вы можете умереть за Россию? Типа, are you ready for the good time? А все такие, как бы люди собрались и говорят, yes, we do it, да, и так далее. Мы готовы. Все. Ему сразу сказали, ага, я ему предлагал умирать, приводил примеры, что кто-то умер за Родину. Все. Значит, призывал к суициду. Вся система вообще идеологии в России, в Беларуси, это призыв к суициду. Она вся некрофилична. Она вся построена на любви к героям, которые умерли. Тогда что, всех идеологов в России, в Беларуси нужно приговорить к суициду, что ли? Извините, приговорить к суициду, хороший идея. Приговорить к ответственности за пропаганду суицида? А что, люди, которые описали каких-то, извините, так называемых подвигов, придуманных авторами, это что, не суицид, что ли? Его можно квалифицировать как суицид? Любой из так называемых, не знаю, подвигов, тогда можно таким образом квалифицировать. Да, слушай, это законы в наших странах, которые можно, закон, что дышло, как повернул, так и вышло, это просто специально так пишутся законы, чтобы это можно было как угодно использовать. Законы пишутся вот для этих холопов, понимаешь, ну, для этих, для нас, пишутся, что мы должны выполнять, бояре не должны выполнять законы, они только используют их, чтобы вас загнать, поэтому мне, например, нравится прецедентное право, которое есть в Америке и в Англии, то есть там конкретно, вот было такое, вот было такое событие, вот такое вынесли по нему решение, все, можешь разбиться, если ты сделал точно такой же проступок и по нему уже был вынесен судом приговор определенный, ты хоть разбейся, у тебя будет такое решение, и суды там нужны только для того, чтобы, если происходят какие-то преступления, которые еще не были описаны до этого, вот в этом надо разбираться уже, исходя из того, что есть. Я вообще напоминаю, что в Великобритании конституции даже нету, так, на минуточку, там просто сборник вот этих вот всех каких-то судебных решений, и все. И там нету даже... Да, в США вообще тоже ни законов, ни конституции, там вообще ездят ковбои, которых главное вообще право это наличие огнестрельного оружия, вот, поэтому у Байдена был больше пистолет, больше винтовка, он поэтому победил в выборах, а у Трампа было меньше, и она обвисла эту винтовку. Кстати, Трамп до сих пор не признал еще свое поражение. поэтому из-за отсутствия, понимаешь, винчестер у него был короче, кобура меньше, лошадь более дряхлая, поэтому Трамп с позором проиграл выборы и теперь требует, собственно, он говорит, что Байден это фейковый президент, а США это фейковая страна, а избиратели, они тоже фейковые, вообще все в США фейковые, а вообще это мир иллюзий, это матрица, созданная раньше, а вот Трамп это нео, который идет спасать реальные Соединенные Штаты Америки. Ну, надо ему меньше смотреть каких-нибудь графических шедевров Голливуда. Кстати, недавно приравняли к ценности национальной Шрека, я действительно согласен, нужно на главной площади поставить, снести памятник Вашингтону, всем этим американским президентам, поставить памятник Шреку и никаких не будет претензий, потому что, смотри, Шрек не был рабовладельцем, какая у него раса у Шрека, смешанная, вот, и так далее, поэтому я исключительно вообще за возведение Шрека в ранг национального героя Америки, его надо просто вообще заменить статую свободы Шреком, который, не знаю, Статую свободы, да? А все вообще заменить Шреком, вообще на деньгах должен быть Шрек зеленый, баксы зеленые, Шрек как раз будет хорошо вкладываться на купюру, голова у него круглая, там окошко такое, если я не ошибаюсь, и есть, да, такого овального, овальной формы, короче, он ли Шрек, Шрек форево, да, так сказать, ну что, да, это можно, да. Подожди, просто ты сказал, что снести на главной площади эти памятники президентам, хрен знает, где в США главная площадь, но если считать площадь перед Белым домом, то там на минуточку стоит памятник Тадеушу Костюшка, так что я против сносить его и заменять Шреком. Не знаешь, отправить Тадеушу Костюшку на историческую родину, или в Вильнюс, или в Беларусь, где примут, вот, литовцы примут точно, потому что, ну, должны американцам за защиту, любовь, много баз, кстати, американских, вот, встречал в Юрмане, в Паланге, летчиков чернокожих и с семьями и белых американских, машины с британскими, американскими номерами там ездят, поэтому они должны в виде благодарности принять, в общем-то, где-нибудь найти площадь, не знаю, где-нибудь у, не знаю, у ЕГУ, не-не, у Европейского гуманитарного университета, который спонсируется госдепом, Советом Северных стран, Евросоюзом, при этом ни хрена вообще не делает для демократии в Беларуси даже свою позицию, это есть такой университет в Изгдании, да, который, в общем-то, в Ильнюсе, вот там поставить памятник Костюшке, студенты туда будут возлагать цветы, а периодически Тихоловская вместе с Вечеркой в национальных костюмах белорусских стоять с граблями и вилами возле, в виде почетного караула, то есть, ну, вообще все в тему, все классно, и все будут довольны, главное, и американцы, потому что Шрек, это такая, не знаю, глобальная фигура, которая объединяет вообще все нации, все мечтания в одном, в едином целом, а с другой стороны от старых символов избавиться. Я еще хотел напоследок еще одну тему вспомнить, единственное, что, ну, я только упомянул про, опять же, протесты в Беларуси, мы это настолько много раз обсуждали и говорили, что нам тут уже ничего нового не сказали. Да нет, подожди, настолько много обсуждали, и настолько много вот эти все упыри, которые нынче проживают за границей, и представляют белорусские народы, на этом заработали, потому что несколько дней я просто поражаюсь сцидизмом этих людей в очередной раз. Когда Вечерки спросили, куда в Фейсбуке 33 миллиона денут, он сказал, ведаете, я не знаю свой шлях на Беларуси, перевожу, они найдут свой путь в Беларусь. При этом десятки моих знакомых, которые пострадали от репрессий, которые были избиты, которым нужно делать деньги на лечение. У одного мать была в марше пенсионеров, она попала и в рофт, и потом у нее очень серьезные проблемы со здоровьем. Короче, никто денег не получил. Вот это все упырье, оно сидит, оно поделило эти бабки, гранты, оно использует их для рекламы в Фейсбуке, этих сраных своих сайтиков, которые пытаются что-то впаривать, рекламировать. Плюс вот эти беззубые пустые тупые санкции, которые типа ввел Запад, Европа в отношении Белоруссии, которые вообще ни на что не повлияют. При этом закулисно Евросоюз пытается вести на самом деле какие-то переговоры с властью белорусской. Ну, все это выглядит очень плохо, нехорошо. Слушай, ну ты упомянул упырей за границей, я еще упомянул упырей, которые продолжают править Белоруссию, например, калечить людей в тюрьмах, в СИЗО, которые зарабатывают, которые зарабатывают деньги на жителях, собственно, Белоруссии, которые попытались это как-то изменить. пока жители их будут кормить своими налогами, пока каждый раз после акции они будут выходить и платить за за все и приносить бабки, до тех пор, в общем-то, это и будет продолжаться. Более того, эти жители, слава Богу, 25 лет за это башляли. Как я уже многократно говорил, оплаченные услуги они получили по полной программе. Сколько заплатили? Да, это люди на болоте, которые это предки тех, кто уходили на болото, когда что-либо какой-нибудь очередной захватчик шел убивать их деревню. Те, кто оставались в деревне, не выживали и не оставляли потомство. Те, кто пережидали, перетерпивали всякие беды, они нынешние белорусы. Люди на болоте. Тут разные люди на самом деле. Разные, естественно. Есть люди, понимаешь, есть люди, которых мама с папой в детстве учили. Если тебя бьют в морду, ты бьешь в ответ. Если ты не умеешь драться и не можешь, тогда не резь в драку. А если ты хочешь, чтобы тебя топтали и били, пожалуйста, но эти люди, которые любят подобные развлечения, чтобы их топтали и били, называются мазохистами. Это уже психическая болезнь. И последняя тема, которую я хотел обсудить. Я не знаю, ты посмотрел в итоге, как Навального отравили, и как он потом еще разговаривал со своим отравителем по телефону? Да, я все это видел. Да, это Степ Бессилие называется. То есть, ни Навальный, ни его тусовка, ничего, никак повлиять на ситуацию не могут. Вернуться в Россию не может. Это, кстати, пример, по-моему, очень схожи с Белоруссией в некотором смысле, потому что такой же, поразительно. Выпустили офигительное расследование, где вам рассказывают, что глава вашей страны, используя спецслужбы вашей страны, ходит химическим оружием, травит людей. Реакция в России, ну, практически ноль. Там вышло несколько человек, что-то типа нормально, нормально. Альбертович, ты знаешь, сколько в России живет лучше, я сейчас не вспомню, там живет очень много людей. 160 миллионов или 140 миллионов. Да, и вот эта огроменная поддержка вообще Навального, которая, я не знаю, к чему свелась. Я знаю, что 15 человек в Питере арестовались с червоно-белыми флагами белорусов, которые вышли протестовать. И параллельно были какие-то за Навального акции, вот там было меньше людей. Да, кстати, реально ощущение, что меньше, по этому поводу. То есть, дело не в Навальном тут. Вам еще раз, конкретное исследование, президент России, глава этого всего дела, создал такую структуру, которая ходит по вашей же стране, это никуда, это даже не то, что со Скрипалями было. В вашей же стране выездят с новичком и травят людей, причем как бы неоднократно оказывается. И это нормально, в принципе. Очень мне нравится, как бы говорят россияне. Кстати, да, Альбертович, я прекрасно посмотрел спектакль, с удовольствием, это было, в Ютьюбе нашел Шендурович, называется Солсбери, он читает текст пьесы. Пьеса поставлена в Лондоне, кстати, обратил внимание, белорусским театрам свободным, есть такая очень интересная организация, которая многим там занимается, под предводительством некого Халезина. Вот они поставили Шендурович эту пьесу в Лондоне, да, и, кстати, они ставили Пусси Райт пьесу, написанную девушкой. То есть, это все выходцы из Минска, то есть, они взяли на себя это, они, кстати, продвинули, перевели на английский, нашли возможность перевода на английский, постановку на английский. Одну из ролей в английской версии играет «Один из престолов», да, по крайней мере, сериала из этого, да, там «Человек». То есть, на самом деле, они это дело раскрутили, кому интересно, посмотрите, по поводу Солсберовского отравления, прекрасная, интереснейшая, юмористическая пьеса Шендуровича, которая называется «Солсбери», по-моему, да, и посмотрите, интереснейшая, я огромное удовольствие получил, скажу честно, тем паче, что все это дело поставили и довели до ума наши товарищи, которых я знаю, кстати, лично, того же Халезина, помнится, были какие-то дебаты в немецком посольстве. Да, Халезина все знают, мне кажется, кто был вообще в Беларуси. Там были, помнится, кто там был Халезин, его жена Каледа, я, еще кто-то, там были какие-то по поводу культуры альтернативные, не знаю, разговоры, в смысле, был круглый стол какой-то. В принципе, они очень приятные, интеллигентные люди, а то, что касается Шандеровича, посмотрите, очень прикольная, веселая совершенно пьеса с интересными образами. После этого есть интервью, как, в общем-то, он интерпретирует это художественное произведение, сам Шандерович. Прекрасно. А то, что касается, в общем-то, Навального, ну, вот смотрите, ну, не знаю, если вся эта деятельность будет свалиться вот таким акциям, это интересно, это прикольно, но это совершенно бессильно и никак не влияет на политику, реальный ход дел, на самом деле. И знаешь, мне странно, мне кажется, Навального надо было сначала попробовать коронавирусом заразить, а вдруг бы прошло, тогда бы это вообще выглядело очень естественно, а они ходят новичком, всех травят вокруг. Ну, что это за... Ну, слушай, новичок это классика, старик, вот понимаешь, тут американцам спроси, вот что бы мы выбрали, пепси-колу, кока-колу, или там, не знаю, какой... Фанту? Да, или Фанту. какой-нибудь напиток новый, какой-нибудь, не знаю, какие там новые. Есть пепси-кола, кока-кола, и тут еще доктор Пеппер, вот что конкурирует. Да, доктор Пеппер веселит. Да, и вот как бы, ну, или какой-нибудь новый напиток, вот допустим, который появился там в 90-е, не знаю, ничего не приходит. И, конечно, люди бы сказали, мы выбираем классику, чувак, и вот новичок это классика. То есть, можно, конечно, ударить дубины, можно просто в подъезде, вот мне интересно, вот эти вычурные способы, брызгать, потом стирать какие-то трусы, слушайте, майки, носки, ну, слушайте, хренень какая-то. Нормальный офицер, здоровый мужик, он заходит в подъезд, как говорится, помните, как Шура Балаганов с Паниковским и обсуждали план. План тот же самый, действует. Вы заходите спереди, я захожу сзади. Нет, вы спереди, нет, я сзади. И все. То есть, классический, хулиганство, да, под видом ограбления. У вас есть закурить, да, у вас есть закурить, да, а у меня нет закурить. Может, у вас есть там запить, выпить, то есть и так далее. Есть классические старые варианты, вот эти интеллигентские, сложные варианты с новичками и так далее. Как в анекдоте, помните, когда, не знаю, Илья Муромец, советский анекдот, Илья Муромец дрался с Д'Артаньяном на дуэли, когда подошел Д'Артаньян и ему нарисовал мишень на сердце мелком, Илья Муромец говорит, вы его полностью белым обсыпьте. Он говорит, а зачем? Я его дубиной буду фигачить, понимаешь? То есть, вот этот вот вариант, что можно фигачить дубиной, если уже так вот плохо дело обстоит с этим Навальным, он кому-то надоел там, да, или кому-то он составляет проблему, то это очень сложный какой-то сценарий вообще на самом деле. Неехала машина, упал на голову кирпич. Слушайте, есть какая-то классика. Смотри, я объясню, потому это Путин, он же как бы глава ФСБ, он хочет, чтобы это все было как в шпионских, не знаю, ну не в фильмах шпионских, но он бывший чекист, поэтому он считает, что ФСБ вот так вот как-то все еще в нормальной ситуации еще что-то делает, работает, но в принципе это все равно похоже на интеллигентных гопников все равно, знаете, извините, можно я вам ее ударю? Да, это вообще выглядит мелодраматично, это выглядит как какой-то хреновый детектив, это блога каких-то задействованных людей, каких-то скорых помощей, каких-то агентов, хотя нужен один здоровый мужик, извините, сломом в темном переулке. Притом, слушай, послушай, притом есть, например, убийство Немцова, которого просто убили рядом с Кремлем, вот прямо вот Кремль, вот где его убили, и никого все равно не нашли, и всем все равно пофигу, всей стране пофигу, вас убивают как хотят, в разных позах просто, в разных ситуациях, как хотят, то и делают с вами. И главное, с Немцовым обошлось дешево и сердино, обратим внимание. То есть, понимаешь, даже не надо пуль тратить, но ты говоришь, есть умелые люди, понимаешь, как, не знаю, кто-то из известных там рок-певцов советских, да, и вот ему пришли к их и говорят, слушай, ну прекрати петь, по-моему, с Шевчаком была история, он рассказывал там о ДДТ, говорят, прекрати, что ты в Перми жил или где-то там в Сибири, он говорит, прекрати петь, твою мать, он говорит, да я вот пою, и вот что-то это самое, короче, ну как бы почти в отказ ушел, он ушел, его просто там, не знаю, открыл дверь подъезда, и мы подошли сзади монтировкой, шарахнули по голове, и все. Он выжил, правда, откачали его, но сам принцип, он простой вообще, без смотри, новичков, газов, ядерных бомб, заговоров там, полетов на самолетах, дельтапланах там, моторных лодках, все очень просто вообще. Если с кем, то надо расправиться. У меня есть теория, вот кто был в Беларуси, наверное, или кто живет, нет, не заговор, обычная, обычная теория, многие видели, у нас очень куча дворников, просто избыточное количество всяких убирающих, подметающих и прочее, просто чтобы людей занять какой-то бессмысленной работой. Так вот и в России, мне кажется, всяким этим химиком, Россия же ничего не придумывает нового, она не создает, она не на эстрии науки, она даже где-то в каких-то этих, в плане развития. Но химики, КГБшники и прочее, прочее, все это есть. Их надо чем-то занимать, надо занимать, какую-то работу давать. это стоит все там, не знаю, полторы-две тысячи, не знаю, долларов каких-нибудь американских, дешевых, потому что тут количество людей физически здоровых, которые шарятся, допустим, тут по мусоркам у меня, да, и несколько совершенно бравых, здоровенных ребят, которые там за две штуки, не знаю, там, сделали в чем надо. Слушайте, это заканчивать давай на позитивной ноте, следующий год будет прекрасный, это год быка, год, который должен смести вот это все крысиное царство, прямо как, в общем-то, в произведении Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Быка там не было, но мы его введем. Там был щелкунчик, а щелкунчик раздробил об стульчик и так далее, и тому подобное, вспоминая украинский фольклор. Новый год будет прекрасен. Кстати, по этому поводу, если у кого-то нету новогоднего настроения, рекомендую, я вот буквально пару дней назад пересмотрел на Ютьюбе щелкунчик от того же. Выложено несколько даже этих балетов, красивейших, фигниевыми девокрациями. Мне нравится мультик, мне нравится анимационная версия. Блин, ты знаешь, а мне не очень, потому что он страшный. Какие-то советские мультики в основном страшные, ну, страшные не в плане визуала, а в плане вот... Я понимаю, они реалистичные. Реалистичные. Уродов, это любовь уродов, которая приводит к прекрасным результатам. Это как в жизни, это реализм, понимаешь? Еще напоминая, как русское искусство в мир пошло, в США, на Spotify в декабре самый прослушиваемый это Чайковский, потому что музыка из щелкунчика здесь, в США, это самая новогодняя музыка, самая поразительная на втором месте щедрик украинский. Вот это не надо петь, давай, не надо, не надо, спасибо. И хорошо, обратим внимание, что на Spotify именно Чайковский, Чайковский умер, если бы он увидел гонорары, которые платят Spotify вообще тем людям, которые работают, вот эти центры, то, конечно, старик Петр Ильич бы, конечно, ласт искрел во второй раз. Поэтому явный плюс, что он побеждает в хит-парадах, он не видит всего того позора, сколько эта платформа вообще за такие достижения платит денег. На этой прекрасной ноте давайте расстанемся. Хорошего вам Нового года, здоровья, счастья. В следующем году обязательно встретимся, готовьтесь. Бывайте здоровы, живите богато. Альберт Ильич и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха-ха.